Здравствуйте дорогие друзья, я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем варить узвар. Наверное уже мало кто помнит это название, но это традиционный для юга России и Украины компот из сухофруктов. Единственное отличие от того компота, к которому мы привыкли в пеннерлагерях, кто их помнит еще, из детства или в детских садиках, то в обычном компоте сухофрукты долго вывариваются, а в узваре доводятся только до кипения и выключаются. Поэтому я считаю, что узвар более полезный напиток, чем обычный компот, особенно сейчас в зимнюю пору. Варить этот напиток очень просто. Сюда входят любые сухофрукты и мед. С сахаром я советую категорически не пользоваться. Вот в данный момент здесь сушеные яблоки, сушеные вишни, сушеные груши, урюк, изюм, сушеная слива, алыча. В общем, целый набор сухофруктов. Можно еще добавить сушеный боярышник и шиповник. Компот получается очень вкусный, насыщенный, но для того, чтобы был тот именно вкус детства, в сухофруктах обязательно должны присутствовать сушеные груши. Именно они дают тот вкус детства, который был в детских садиках и пеннерлагерях. Строгих пропорций воды и сухофруктов здесь нету. Примерно берется 200 грамм сухофруктов на литр воды. Можно больше, можно меньше, это уже по желанию, какой хотите насыщенности компот. А мед тоже по вкусу. Но, единственное правило, мед никогда не надо кидать сразу, когда вода еще горячая. Компот остынет примерно до 60 до 50 градусов. Только тогда можно добавить мед, хорошо размешать, чтобы он хорошо растворился. Вот это будет настоящий узвар. Все очень просто. Нужно набрать в кастрюлю воды, желательно фильтрованной, и хорошо промыть сухофрукты. Сухофрукты некоторые берут, замачивают там на несколько часов, но я считаю это лишнее. Их просто нужно хорошо промыть под струей воды. Вот сейчас я и промыл. Теперь мы берем помытые сухофрукты, отправляем в холодную воду и ставим на огонь. Полный огонь делать не надо, нужно чтобы до закипания сухофрукты хорошо протомились на среднем или на малом огне. Узвар закипел, даже прокипел минуту, мы его выключаем. Теперь накрываем его крышкой, его нужно хорошо укутать. Чтобы он как можно дольше оставался горячим. Тогда фрукты отдадут все свои полезные элементы. Теперь его остуживаем примерно от 60 до 50 градусов и добавляем мед по вкусу. Продолжение следует... Продолжение следует...